вот наконец-то всем здравствуйте я и созрела снять видео немножко поговорим о переселении переезде в турцию в частности говорю о стамбуле просили такую информацию как девчонки с украины кто переезжает беженки бежит сейчас как и люди которые едут сейчас россии тоже уезжают информации говорят очень мало но обратите внимание есть каналы на юбе еще которые скажем так освещают эту информацию есть несколько видео я вам сразу назову на днях выйдет видео кати конусовой об этом она живет в анталии это крупные российский блогер и также есть блогер канал новости всех державы у него есть зайдите на этот канал на ютюбе у него есть там ссылка на 2 его канал о жизни в турции он уже полтора-два года где-то живет в турции оппозиционный канал из россии он уже давно переехал из россии сюда и он рассказывает о ценах и ситуации да у нас здесь сейчас я не будут в это финансовые документальные документы вдаваться я вам просто расскажу как человек хочу предостеречь да я больше как гуманитарий психолог я хочу со своей точки зрения своей стороны предостеречь что-то рассказать такое житейское человеческое чтобы вы были в курсе тем и тем все обе стороны смотрите да у нас поменялись сейчас въезд правила на внж устрожилось устрожилось есть такое слово короче это стало гораздо строже труднее получить внж условия потому что ну на по очень большой поток людей и турция очень сильно боится ситуации которая была сирийскими именно беженцами выплаты всякие потом начали забирать скажем так работают и острая ситуация вам рассказывала когда иранская ситуация вот про полгода назад до осенью была это сразу острый момент про рабочие места потому что экономическая ситуация в самих стране фигово да не стабильно работы не хватает работа мало оплачиваем счет конкуренты я говорю как есть приезжая говорю как турецкие жители 10 люди рассуждают поэтому с внж документы и смотрите есть сайт ей и комет там есть меню на русском английском турецком вроде даже на арабском языке и там на сайте все условия как получать внж вид на жительство туристические документы список там же на сайте вы можете взять встречу в рандеву когда уже действует в турции точно там все вся информация есть я не буду отдельно видео снимать и пересказывать вам тупо что на сайте есть вы можете открыть и сами все это узнать и посмотреть сам всегда это государственный сайт там это все а вот это оформление внж и там вся актуальная информация на данный момент правила какие существуют зачем пересказывать если все это доступно о своем и детском что тут расскажу очень много людей приехало очень много в стамбуле людей здесь кто у нас ну кто с украины едет бежит сюда и те кто бегут и еду со россии это москва питер интеллигенция блогеры артисты различные кто не смог оставаться в стране далее что хочу сказать проблемы с жильем по всей стране здесь точно это анталия алания стамбул анкара немножко там уже как бы попроще в глубинку естественно в маленькие города никто не хочет ехать кто сюда планирует переехать в турцию пересидеть на полгода и год там вам дали внж мой человеческий совет едьте в города поменьше не в эти крупные там гораздо ниже аренда жилья там гораздо ниже цены на продукты и на питание есть у нас измир есть у нас но в измир тоже так очень прогрессивно вот это тоже там скоро проблем будут жильем с арендой но есть города поменьше размером подешевле где жизнь подешевле аренда и все услуги вокруг в том числе дешевле жизнь а у турция не ограничивается вот этими точками туристическими и кто действительно планирует здесь под задержаться я вам советую поехать вот стамбул в какой-то маленький год откройте карту посмотрите что есть где-нибудь например автобус у нас здесь очень хорошее автобусное сообщение по стране вы можете купить на автовокзале билет или там родственники оси если кто знакомый да и поехать просто с чемоданами там парочку допустим чемодана семьей вы приехали поехать под стамбул в маленький небольшой какой-то город более провинциальный дешевле проще проблем тогда там не знают английский где-то язык поверьте на пальцах объясниться можно я в этой теме потому что в помощи к тем кто сюда сейчас переживает уже как все это история началась я в этой теме я вам серьезно говорю по поводу тех кто переезжает с украинской стороны девчонки мальчишки смотрите кто едет на машинах какие правила у нас здесь для нами три месяца можно заехать на машине регистрации и тоже узнавайте это сразу предупреждаю об этом пунктике потому что там потом штраф либо налог надо будет платить но три месяца можно на своей машине на своих номерах ездить по турции там скорее всего ли под границу надо пересечь будет обратно либо какую-то регистрацию в гочи день проходить имейте ввиду по поводу жилья сказала цены сейчас у нас фиксируются в валюте в евро называют риэлторы можно рассчитываться за аренду жилья в лирах но курс стоимость аренды она прикреплена к евро это и понятно потому что цены растут газ растет бензин стране поэтому это не то что придумали хотят нажиться как многие в интернете это это условия такие часы для турок снимать по сути тоже самое неважно иностранец ты или турок квартир гораздо меньше в крупных городах вот о возможности да поэтому и цены тоже поднимать спрос есть поэтому я вам советую ехать в более мелкие города в какой-нибудь пригород не так далеко не обязательно прям сглубь страны уезжать нет просто под стамбулом возле анталии ну в анталии вообще честно говоря да там море это манит скоро сезон но там дороже всего будет стамбуле даже подешевле можно поинтереснее варианты найти чем в той же сейчас на пик цен это анталия алания вся та сторона можете присмотреться к мармарицу но я вам там может быть жильем попроще чуть подешевле чем в анталии естественно но он далеко географически стамбула на автобусе ехать 12 часов на машине часов там 78 выходит из мир можете посмотреть из мир тоже крупный город очень культурный европе зированный там есть аэропорт вы или вылет из мира поэтому проще может на транспорте от стамбула ехать по автобану 4 часа всего лишь до из мира на машине я имею виду на автобусе подольше будет в общем есть варианты короче откройте карту посмотрите я хочу скажем так предупредить тех кто сюда переезжает буду проверяйте деньги свою наличку кому вы за квартиру за что-то за аренду платите кто вам что-то если хочет по курсу доллара где-то там не знаю черная касса обменять валюту не соглашаетесь и например стамбуле очень много до виз это обменники денег там обменивать пожалуйста там вы можете биазмаса позвонить это и даже на английском пожаловаться то то есть это сервис такой государственный куда вы можете вообще на все в стране жаловаться и там это действительно рассматривать здесь эта система назовем жалоб она работает если вас обманут там тоже в до визах этих разные могут быть немножко курсы кто-то это же потому что частники но вы можете посмотреть в ряд условный выбрать тот который вам удобные самые приятные условия обмена денег предложит пожалуйста никто не заставляет эти только вот в этот только вот сюда но частники какие-то кто на руки если такое вообще вы встретите это запрещено это незаконно в это лучше не ввязываться я вас предупреждаю для тех кто с украины переезжают девочки в телеграме есть чат забейте в поиске украинцы в турции есть украинцы в стамбуле там сидят те кто волонтеры помогают собирают гуманитарку представители от консульства посольством у них есть горячая линия у посольства у них есть офис по сбору гуманитарки можете туда обращаться как они помогают они помогают люди здесь турки собирают деньги они помогают каким-то выделениям на какую-то еду дают еду одежду горит теплую что он здесь холодно кто переезжает иметь вину холодно сейчас еще в стамбуле очень аномально холодная зима проду весна и нам еще не пришла снег сейчас падает понимаете тепло одеваетесь берите теплые вещи затем может помогут с арендой жилья хоть что-то какой-то хостел что-то такое найти в принципе жилье какие-то адреса то есть не стесняйтесь обращаться за помощью свое представительство и консульство эта помощь есть все кто здесь украинцы в том числе русские казахи мы все вместе как и снг мы все помогаем друг другу перед чатами пересылками всем прочим кто чем может помощь здесь есть главное они попросить девочки кто беженки из украины или из россии переезжают кто без мужей с детьми и так далее есть чат это же по помощи турки примут к себе домой пожить можно здесь такая история тоже идет пожалуйста сразу говорите что вы с мужем говорите что муж у вас например несет говорят уже военное положение вы выехать с мужем не можете мужчин не выпускать где у меня муж инвалид он смог выехать он меня не пригоден для службы сразу будут отстегаться всякие аморальные подкатывающие турки мужики которые расплодились в этих чатах я вас предупреждаю девочки которые приглашают к себе одинокую девушку украинку к себе возьму да кто сейчас там бежене сбежит или с ребенком на это не соглашаемся чтобы их проверять говорите что вы не одна и с ребенком или там сестра или с тетей одни женщины говорите всегда что у вас есть мужчины или у вас взрослые 17 летних два три сына есть и так далее понимаете не соглашайтесь пожалуйста на такое предложение о пожить и о помощи активизировались моральные какие-то уроды которые всегда только и рады предоставить аля такой воспользоваться понимаете о чем я говорю как бы тяжело не было обращайтесь к волонтерам свое консульство но не к вот таким мужикам непонятным которые приглашают одиноких женщин или женщин с детьми потому что их мужья остались там на родине у себя дома поняли торговаться в турции можно и нужно но я при этом хочу сказать сбивать цену и у меня даже есть видео о том как торговаться в турции с турками можно всегда просить какую-то скидку но пожалуйста тоже девочки имейте в виду если кто беженец я уже просто лично слышала не только истории сама с этим сталкивалась когда говорят я из украины я украинец мне можно дайте мне бесплатно не скидку а вы мне обязаны вы мне должны мне теперь весь мир должен все понимают что происходит искренне есть люди которые хотят помочь но им сказать спасибо за помощь тоже нужно я имеют у словами поблагодарить если вас приютили кто-то у себя нормально адекватные люди поблагодарить и скажите спасибо за помощь но не с политикой такой вы мне теперь все должны я с этим сожалению сталкиваюсь касаемо сейчас я хотели нет в турцию также из россии сюда во-первых дорого здесь сейчас здесь квартиру снимать стоит столько же по сути как и в москве и в питере турец турция не такая дешевая теперь потому что курс доллара в россии помахал нам бай-бай ручкой да и сейчас по сути а практически уже один к одному один к десяти 1 лира это 10 рублей ваших поэтому это невыгодно питание продукты съем жилья билеты дорогие потому что полетов мало туркиша только сейчас летают это можно перелететь через казахстан без пересадкой но сумма билетов 500 евро это туркиши например питер москва до стамбула в одну сторону на одного человека бизнес-класс 2000 евро стоит посчитайте сначала как вы здесь прошивете какой промежуток времени насколько ваших финансовых запасов здесь хватит учитывая то что здесь тяжело сейчас найти жилье где бы вам остановиться то есть имейте ввиду пожалуйста все это когда будете принимать решение по поводу девчонок женщин кто едут с украину сюда если у вас есть родственники у кого перри остановиться перекантоваться назовем так туда почему бы и нет конечно едьте здесь все нейтрально нормально вот консульство есть если вы хотите помогать вы можете здесь тоже волонтерить помогать своим отправлять гуманитарку но что здесь здесь нет каких-то от этих лагерев как вот в европе принимают место спальных жительства работу дают и так далее здесь это не организовано на этом уровне как в европе нет вот этой гуманитарной помощи именно вот таком плане чтобы здесь на месте ты пришел там тебя готовое спальное место тебя накормили и так далее я по крайней мере сейчас еще не слышала такой организации массовой но блин потому что здесь это и и понятно потому что здесь турция очень много села беженцев из сирии из ирака тогда подъехали по осени сейчас вот ситуация украинцы едут просто на всех не хватит поэтому они этой помощью не занимаются именно вот такой глобальной но свое комьюнити свое сообщество очень здесь отзывчивые девочки я вам серьезно говорю посмотрите в инстаграме соц сетях по блогерам кто здесь живет всех них есть информация надеюсь видео было для вас полезным всем желаю счастья любви пишите ваши комментарии напоминаю что на моем канале мы это про любовь оставаться людьми помогать друг другу а не про ненависть какую-либо агитацию и разобщение в обществе спасибо всем за внимание если кому-то нужна моя психологическая помощь как психолога пишите на почту она в инфобоксе если у вас есть история от анонима чтобы были видео как раньше выходящие на канале на отдаленной скажем так темы присылайте тоже на мою почту тема письма история от анонима спасибо за внимание всем мира и любви всем пока